Одни из них остались проектами на бумаге. Другие покоятся на морском дне. Третьи, окончив службу, были разобраны на металл. Сегодня мы воссоздаем исчезнувшие корабли по историческим чертежам, чтобы дать им вторую жизнь. World of Warships. Сухой док. Оркан. Не первое имя этого эсминца. При закладке он был наречен Мирмидон в честь представителей древнегреческого племени, происходивших от сына Зевса, которыми в легендарной Илиаде Гомера командовал сам Ахилл. Ко времени проектирования эсминцев типа L и M британских конструкторов уже не сковывали договорные лимиты, и в итоге был создан улучшенный вариант очень удачных эсминцев типа J, заложенных в 1937 году. Главным отличием типа M стали новые башеноподобные двухорудийные артиллерийские установки, именно установки, а не башни, с более мощными 120-мм орудиями новой модели. На эсминцах остался один торпедный аппарат, взамен второго появилось 102-мм зенитное орудие. ПВО также обеспечивали четырёхствольный 40-мм «Помпом» и два 20-мм «Эрликона». К 1945 году число последних достигало десяти. Один из 16 кораблей своего типа «Мермидон» был заложен в декабре 1939-го, но из-за проблем с производством арт-установок и международной ситуации вступил в строй только через три года. Эсминец вошёл в строй под польским флагом и получил название «Оркан» — в переводе с польского «Буря». Корабль служил в Арктике, сопровождал конвои в Советский Союз, действовал в Бискайском заливе, эскортировал атлантические конвои. На просторах World of Warships «Оркан» — европейский премиум эсминец восьмого уровня. Восторг. 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 Продолжение следует...